доброго времени суток я макс селлер на канале фанима шум скул продолжаем видео обзор об использовании агрегата термокон у б термоконтроль универсальный бытовой сейчас я вам расскажу как с помощью вот этого агрегата сэкономить огромное количество денег на электроэнергии которая будет в холостую у вас использоваться сейчас мы находимся в котельной в котельном помещении где в котором стоит вот котел для нагревания парового отопления как вы видите котел здесь небольшой самопальный и я так думаю что огромное количество людей у которых очень похожие котлы ввиду высокой стоимости на вот эту обогревательную технику многие используют такие вот самодельные какие-то котлы значит он работает в двух режимах режим самотеком когда открыт вот кран происходит движение воды и другой режим когда принудительно с помощью мотора происходит прокачивание воды по системе есть один недостаток этих агрегатов при режиме при режиме самотеком завоздушивается система и что происходит аппарат начинает нагреваться где-то пузырьки воздуха перекрывают батарею и плохо циркулирует обогрев с одной стороны и другой стороны пока самотеком начинается движение вот этой воды по всей системе происходит очень долго времени для того чтобы это ускорить можно перекрыть режим самотека и и подключить в это время принудительную прокачку воды с помощью мотора вот услышали как пошел воздух потому что система непосредственно завоздушивается и сейчас идет прокачка какая же проблема в этих аппаратах я столкнулся с этой проблемой вот с чем вечером допустим нагревается температура в дневное время там идет топка вот этой печи как видите она небольшая поэтому с кратностью где-то в два-три часа нужно подбрасывать сюда дрова и естественно очень неудобно это делать ночью но для того чтобы быстрее прокачивалась вода мы подключаем аппарат теперь смотрите что происходит дальше а дальше происходит то что ночью аппарат не нагревается вода охлаждается помещение допустим помещение тепло нет необходимости топить но сам мотор продолжает прокачивать воду мощность этого моторчика она где-то в районе 140 140 ватт то есть за 10 часов это будет почти полтора киловатта то есть нет необходимости прокачивать холодную воду люди спят и аппарат себе качает нам денежки за которые придется в конце месяца заплатить если это еще умножить на 30 ночей в месяц то это получается довольно таки солидная сумма или другой вариант ночью где-то подрываться или ставить будильник идти его выключать что опять же нарушает наше время работы и отдыха вот для этого случая фактически я и сделал вот этот агрегат чтобы раз и навсегда избавиться от этой проблемы значит каким образом он будет работать этот агрегат может работать как в режиме нагрева так в режиме охлаждения значит если мы этот агрегат из режима красной клеммы которая находится внутри я делал видео как они переключаются то есть там все просто есть красный контакт это режим нагрева синий контакт это режим охлаждения значит нам нужен будет сейчас режим охлаждения значит смотрите что будет происходить мы выставляем этот термостат на максимум и контакты в нем работают в режиме размыкания то есть они будут разомкнуты при подключении ну как то так нет пока крепления ну допустим мы бы прикрепили его здесь на стену значит при подключении вот этого аппарата контакты на самой группе разомкнуты и замыкание их произойдет только при достижении температуры в 35 градусов значит для того чтобы полноценно можно было снимать вот эту температуру вот эта термопара подсоединяется непосредственно к трубе то есть она сюда приматывается можно сказать даже скотчем или термо пенофольгой мы приматываем его к трубе и аппарат работает в таком режиме что если мы к нему подключаем вот этот насос то до тех пор пока температура в самой системе воды не поднимется до 35 градусов контакты разомкнуты и мотор не работает как это происходит на практике для примера печка не нагрета вода внутри холодная и аппарат не работает не подключает насос то есть насос в отключенном состоянии мы приходим нам нужно затопить допустим печку мы начинаем ее топить начинается подниматься температура воды в самих трубах когда вода поднимается до 35 градусов только в этом состоянии происходит замыкание контакта и начинает работать мотор он начинает сразу прокачивать воду по системе при том что при температуре 35 градусов у нас не возникнет никакого температурного конфликта в самой обогревательной системе и начинается прокачивание воды и аппарат будет качать воду до тех пор пока температура в самой системе будет выше 35 градусов как только температура воды уже опустится ниже 35 градусов аппарат автоматически отключит сам насос. Таким образом происходит термо, такой вот контроль и в однозначном образом, что в холостую мы не будем наматывать киловатты электроэнергии вот с помощью, ну, вот этим насосом. Как мы видим, для удобства, видите, сам агрегат снабжен двухметровой переноской, то есть мы можем удобно производить монтаж его в любом месте, где нам необходимо, и самое главное, что также он оснащен сетевой кнопкой. Если, например, нам нужно быстро перейти просто в режим самотеком, для этого нам просто-напросто необходимо открыть кран для протока воды и, знаете, отключить аппарат. Все вернулось в исходное состояние. Не нужно каждый раз переключать или выдергивать вилку. А сама вилка подключается к, непосредственно уже сам мотор подключается вот к этой системе, и таким образом происходит экономия электроэнергии с помощью аппарата термокон универсальный бытовой, термокон УБ. Если вас каким-то образом заинтересовала информация относительно этого прибора по вопросам приобретения и дополнительных консультаций, вы можете найти контактную информацию в описании непосредственно под этим видео. И любым удобным образом, Viber, Telegram, Skype или просто перезвонив по телефону, вы можете заказать этот прибор себе и использовать его в разных хозяйственных назначениях. А с вами был Макс Селлер на канале Фанни Машун Скуку.